Мир вашему дому. Я уже достаточно долго живу на земле. Я родился через 13 лет после нашей великой победы над фашистской гадиной. Как у всего моего поколения, во мне генетически, ментально, да как угодно, живет благодарность к всем тем, кто победил фашистскую Германию. К людям, которые невероятной силой духа, сплоченностью, ценой жизни освободили целый мир от гнета, порабощения и гибели. Хуже фашизма может быть только фашизм. Хотя сначала красные, а потом либеральные нетрадиционалисты упорно клеили мне именно это клеймо. Я интересовался историей. И много чего знаю о Нюренбергском процессе и о том, как начинался нацизм. Плавно, мягко, удушающе. Мы сначала не разрешаем представителям этой части населения сидеть на наших лавочках, потом уходить за черту двора, потом посещать наши питейные заведения, потом метим метками, потом строим гетто, отправляем в лагеря и дальше, сами знаете что. Ничего не напоминает? Я вижу, как все вышеперечисленное начинает прорастать на нашей земле. Здесь и сейчас. Не так давно фотографии людей за колючей проволокой, демонстрирующих свои номера при визитах руководства, приводили всех в ужас. Сейчас многие мечтают получить такой номер и с гордостью пройтись в торговый центр, свысока поглядывая на тех, кого не пускают. Господи, с какой скоростью мир стал делиться на вахтеров и терпел, причем и те, и другие, и мне от себя элитой. Людей начинают разделять на сорта и категории в зависимости от их здоровья, иммунного статуса и принятых ими решений относительно своего здоровья. Честное слово, какой-то новый вид фашизма, основанный на животном страхе перед микробами. Вы хоть раз в жизни спрашивали своих друзей или знакомых, а у тебя что написано в медицинской карте? Ты прививался от кори? Хоть раз спрашивали? Ну, вспомните. С той войны прошло всего-то ничего по времени, а людей, граждан нашей страны, стали пытаться объявить фактически недочеловеками. У них же кукода нет, справки, перчаток, маски, штанов в полоску. Ведущие федеральных каналов позволяют себе выпады в адрес этих недочеловеков, за которые любого русского националиста закрыли бы по 282 стремительно и бесповоротно. Ну, если бы русскому националисту пришло в голову с высоких и низких трибун заявлять о том, что пора, настало время расстреливать, не пускать, бить по голове, сжимать челюсти на горле иных и вообще внезапно ставить всем уколы и крадусники. В этом безумии цель этих, так сказать, элит полностью потерять берега и присягнуть холдингу с аббревиатурой ВОЗ нас уже гонят сквозь строй по разнарядке, который никто даже не скрывает. Все в доступе. Ну, плюс-минус экспромт. Где суверенитет страны? Не иначе, как изменой, я все это назвать не могу. С федеральных каналов нас учат жизни люди, или имеющие собственность, или просто гражданство, стран, с которыми Россия находится в состоянии информационной войны. Конституции, которые так скоро принимали, а вернее очень ценные поправки к ней, как будто не существует. Нарушаются самые главные гарантированные права и свободы человека. Не буду перечислять номера статей. За последнее время, как минимум, половина страны выучила эти номера наизусть. Право на свободу передвижения. Право на труд и отдых. Право на образование. Право на социальное обеспечение. Право на мирное собрание. Право на личную неприкосновенность. Право на охрану здоровья. Медицинскую помощь. А значит и на саму жизнь. Людей лишают всего. А если разрешают, там, музей или театр, то с условием. Извините. Получите номерок и свободны. Но ненадолго. Так, на год или на пол, как пойдет. А те, кто решил не превращаться в цифру, боязнь последствий, религиозные причины, перенесенные каим и т.д. Считают людьми неправильными. Людьми второго сорта. В общем, не совсем людьми. Это и называется сегри-га-ци-я. И именно это пытаются навязать России ее враги. И складывается впечатление, что большая часть представителей государственной власти берут под козырек и тупо и будут выполнять все эти античеловеческие рекомендации большого брата. И сегодня эту сегрегацию хотят закрепить на законодательном уровне, присвоив каждому гражданину QR-код. QR-код – это товарный знак, который хотят присвоить свободному человеку, сделав его товаром и чьей-то собственностью. 80% граждан нашей страны не хотят ощущать себя товаром. Но государство говорит иначе. Вы должны. И вы сделаете это. Алло, государство. А государство ли ты? И где гарант? Почему молчит? Где скрепы? Галеры? Где грозный голос суверена? Где прижатые уши печенегов и половцев вместе со своими аватарами? Молчит суверен. Нет ответа. Может, он не слышит нас? Глушат, что ли, призывы к голове государства, раздающиеся и всех городов огромной России? Может, нам пора становиться коллективными Мининым и Пожарским, о которых намекал суверен в своей севастопольской речи? Может, он этого ждет? Что думаете? Продолжение следует... Продолжение следует...